всем привет с вами ольга чернова моя городная азбука 28 марта несмотря на пасмурную погоду и на кажущуюся такую кажется что зимнее что-то все равно у нас на улице небольшой плюс плюс один плюс два сугробов еще много но уже оттаяло местами вот вдоль теплиц там на санспеках другом месте я иду высаживать в теплицу свои первые томаты то что погода пасмурно это мне даже на руку если бы была вчера ой как вчера солнечная погода вы видели что здесь творилось я вся мокрая сидела за 30 градусов для высадки вот такая умеренная температура очень даже хорошо вот воздух у меня около 20 градусов сразу скажу верхние обогреватели инфракрасные не работают я сейчас объясню почему смотрите у нас такая ситуация у нас электропроводка она же не предназначена для какого-то профессионального вот выращивание в теплицах и поэтому я не могу включить все сразу я вот на ночь включая вот этот верхний подогрев чтобы воздух здесь маленько ну поверхность воздух чтобы прогрелись днем я выключаю потому что днем обычно солнцем вот вчера солнцем нагревала сегодня просто плюсовая температура наружи и тепло которое за ночь здесь скопилось от инфракрасных обогревателей она никуда не уходит здесь 15-20 градусов здесь держится а на день я включаю опять подогрев грунта потому что хоть периодами но мне его надо подогреть и надо приблизить его к нужному показателю я вчера сказала что 15 градусов температуры земли это идеально вот у меня сейчас уже это точно не могу рассмотреть 13 градусов вот 13 градусов земля на очень глубокой глубине верхний слой конечно еще теплее я вот вверху руку ну как поскольку палец влазит заталкиваю здесь она конечно теплая потому что тут ну представьте вчера было 42 градуса здесь мы пусть 38 даже откинем маленько на то что на солнце пеки конечно верхний слой прогрелся мне это важно довести нижний слой там где возможно была земля промерзшая до нужного показателя вчера я вам говорила что 15 градусов земли это идеально и вот у меня 12 я сейчас 12 13 я сейчас начну высаживать первый ряд вот эти штамбовые детерминатные которые холодостойкие которые выносливые толстоногие вот как я москвича показывала помните сюда разведчика когда оставляла вот этот ряд 1 я сегодня высажу но я высажу сегодня всего один ряд и даже не потому что я боюсь что они здесь все замерзнут можно было высадить и другие но так как я высаживаю 1 процесс этот у меня происходит очень медленно я в том году 4 дня вот эту теплицу высаживала не сам процесс медленный а дело в том что приходится в это время воду носить из дома дорога до дома очень далеко мне нужно пройти через огород через придомовую теплицу по ступенькам на залезть и вверх пройти через весь дом в ванну налить там воды и потом вернуться с этими вот с 5 литровыми баклажками назад а при высадке воды нужно очень много потому что здесь же стояла жара грудь очень пересушен я вот сейчас высажу и буду сильно смачивать лунки потому что как всегда после пересадки после высадки я долго не поливаю там дней семь девять ой подождите ладно увидела что редишка редиска взошла которую три дня назад посыпали 25 посыпали 28 взошла потом покажу отдельно ну и вот высажу сегодня один ряд остальные будут стоять я еще подтаскиваю подтаскиваю вот еще сейчас принесла один лоток короче каждый поход домой если просто я хожу за чем-нибудь там забыла очки или мне надо там что-то посмотреть какой сорт где или тетрадку принести я обязательно несу еще один контейнер с томатами я их высажу этот ряд буду продолжать буду все носить 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 один ряд будет уже высажен сегодня второй ряд будет просто стоять здесь на адаптации завтра я попробую высадить еще один ряд и так в последующие в день по ряду буду давать за четыре дня я надеюсь высажу сегодня ночная температура будет 0 но по крайней мере так нам синоптики обещают эта температура не не критичная не угроза для нас мне достаточно я выключу подогрев грунта включу обогреватель опять же только потому что у нас электроэнергия не выдерживает я не могу включить оставить подогрев грунта и включить верхний не выдерживает у нас горит проводка также по этой причине я не могу сразу две линии обогреть и этот и этот как только подогрею этот грунт перекинусь на тот то включу вот греющую ленту который с екатеринбурга с уральской усадьбы заказала и вот буду так постепенно по очереди сейчас день прогрею грунт выключу на ночь включу инфракрасный обогреватель когда я вчера говорила о стоимости о том что дорого недорого у меня спрашивают но мне мощность наших электросетей она не позволит и стратить сильно много денег на электроэнергию у нас просто вышибает все автоматы у нас просто начинает пахнуть вот этой горелой проводкой в доме все же это идет через дом если бы шло напрямую например от столба и сразу в теплицу было бы другое дело а у нас идет сначала через дом через счетчик потом уже сюда и мы сразу чувствуем много ну как достаточно я включила или нет когда лишнее включишь сразу чувствуется такой треск счетчике и все это опасно поэтому я никогда не включаю две две короче вот две разновидности обогрева у меня или земля или вот этот инфракрасный про ноль температура сегодня будет ноль и она казалось бы не опасная но я все равно как только я их высажу я их сразу буду закрывать потому что чтобы у них не было дополнительно как стресса вот от перепада температур от всего потому что вчера было плюс под 40 ночью будет пусть там 5 6 градусов даже 7 тут даже без обогрева если ноль тут будет градусов 5 я не хочу их лишний раз нервировать я прикрою их опять вот дуги поставлю тряпочкой пленочкой и вот эти четыре дня у нас сейчас три дня будет пасмурная мне нужно за эти три дня высадить все вот эти томаты потому что через три дня по прогнозу синоптиков у нас уже дневная температура плюс 10 плюс 12 видите как скачет завтра ночью будет еще минус 4 послезавтра минус 5 потом пойдет опять ночные на потепление а дневные будут зашкаливать плюс 12 градусов представьте какая жара будет здесь они должны быть к этому времени уже высажены адаптированные и там будет очень длительный период теплой в апреле ну а потом когда они уже укоренятся они сцепятся вот с новым грунтом им будет ничего не страшно сейчас начну понемножку работать и каждую каждый шаг с вам по свой постараюсь вам показать и объяснить почему и зачем я так делаю самое первое что я делаю я иду вот по этим контейнерам выставляю стаканчики и рассортировываю их на высокорослые на штамбовые какие пойдут в первый ряд какие во второй какие в третий оставляю короче мне их нужно вот эти все посмотреть этикетки и разложить на четыре кучки потом я все подготовленные лунки пронумеровываю то есть видите прикрепливаю этикеточки чтобы мне не путаться потому что некоторые сорта есть очень по внешнему виду одинаковые их ну чтобы не путаться я их подписываю конечно рассады выглядит по-разному вот видите какие здоровые вот эти вот ботяня посеянные в один и тут же срок и вот те маленькие так сейчас мне я пронумеровала все луночки видите по всей теплице рассада расползлась теперь мне в соответствии с маркировкой нужно их все засунуть в лунки после того как я рассаду высадила я поливаю лунки теплой водой очень 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 сильно обильно и оставшуюся я же говорила сюда сея на запас оставшуюся рассаду которую пока мне не пригодилась я буду тут же вот между этими рядами выставлять и она вместе со всеми пойдет на укрытие может быть она еще мне пригодится полив первый делаю обильный потому что здесь сама земля верхний слой пересохшая но и вообще просто потому чтобы подольше не поливать ну вот под вечер и солнышко вышло стало совсем тепло здесь помаленьку томаты мои которые расстанавливаются по своим местам я томаты высаживаю а в промежутках между ними и на дорожках оставляю те которые буду высаживать попозже или лишнее если говорить о самой процедуре закапывания то в стаканчиках рассаду конечно высаживать очень просто там же корневая система она не как комочком я вот все показать не могу в одной камере ой в одной руке камера вот смотрите я вот этим совочком взрыхливая землю потом делаю вот такую выемку вот эти настеньки сейчас сюда пойдут сейчас камеру выключу вытащу стакану покажу стаканчик вот так вот вытряхиваю вот и помещаю вот эту формочку в ту дырочку которую я приготовила ой сейчас подождите камеру вот я ее туда вставила вот так прям все и я начинаю засыпать вокруг но делаю конечно не так медленно как сейчас показываю все раз 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 быстро засыпала вот так вот придавила еще подсыпала еще немножко придавила все рядом с ней на расстоянии вот на таком чтобы кол можно было воткнуть я начинаю делать быстро вторую дырочку и так же вставляю и вот все они у меня все они меня вот так вот попарно видите вот эти еще и они не высадила а вот уже высадены высажены все на таком расстоянии неудобно подходить в руке камера вот смотрите я хотела сначала вот этот крайний ряд высадить малышей а больших оставить но пришлось тут уже по ходу работы менять план действий я наоборот начала с той стороны вот и маленькие и большие высаживать одновременно сейчас покажу почему у меня изменилось дорожку сейчас задел ну как наставлю контейнеров с рассадой и накрою всех их вместе вот эти вот у меня хорошо политые пересаженные три дня я не буду вообще сюда к ним заглядывать сейчас покажу подойду ближе вот эти крупноплодные которые я хотела чуть попозже высадить пришлось высаживать тоже одновременно с короткими потому что смотрите видите у них и у ботяни и у подвека уже выдвинулась цветочная кисть а это значит что медлить нельзя я не хочу чтобы они расцвели у меня и потом я их после этого высаживала потому что пересадка хоть она и стакана и безболезненно но все равно лучше чтобы они принялись здесь и уже на постоянном месте зацвели вот видите вот эти бутончики у высокоруслых значит мне пришлось высаживать их все вместе и и вон те коротышки теперь высаженные ну и там которые лишние остались это уже наставила и вот эти высокие они немножко уже даже их можно было бы уже и подвязывать но только они у меня будут пока три дня стоять под укрытием потому что в следующие три ночи будет немного прохладно как только открою так сразу буду колем привязывать все вот сегодня я за целый день вот всего пол теплицы высадила потому что это беготня домой туда-сюда то за водой то этикетку не подписала забыла ну короче вы все знаете все это кажется что вышел бы раз и посадил все за полчаса но нет не получается все до свидания это вот высадка моих первых томатов я постаралась все показать и все рассказать если кому-то что-то не ясно напишите вопрос в комментариях к этому видео я завтра буду смотреть отвечу потому что я иногда даже не предполагаю что людей интересует ну иногда такие вопросы интересные о которых я даже и не задумываюсь я даже не считаю нужным это сказать оказывается кому-то интересно кто-то знает хочет об этом знать потому что не знает как это делать все до свидания кстати в температуре даже без верхнего обогрева без всего к вечеру вот 8 вечера у меня 22 градуса вроде бы обманчивое тепло но я все-таки их укрыла потому что после такого ясного дня может быть мороз ночью